В Новом Уренгое появился еще один памятник. Правда, пока любоваться им могут только строители многофункционального вокзала. От остальных он скрыт бетонным забором. Локомотив «Пионер» – подарок ямальской железнодорожной компании к 30-летнему юбилею станции «Новый Уренгой». Отмечу, этот тепловоз первым прибыл в город с грузом продовольствия и строительных материалов. Несколько лет местом его стоянки было Надымское депо, и лишь после тщательной реставрации он отправился в последнюю поездку, чтобы занять свое место на постаменте. За процессом установки локомотива на привокзальной площади наблюдала Елена Золотилина. Локомотив «Т-3» готовится к своему последнему путешествию. Через несколько часов машина, которая привела в Новую Уренгой первый груз, отправится на вечную стоянку. Этот путь станет для нее самым сложным. Рабочим станции предстоит переставить тепловоз с одного пути на другой. Они укладывают последние секции временных рельс. Потом, с помощью тяжелой восстановительной техники, тепловоз совершит небольшой полет и вновь встанет на привычную поверхность. Работы такого масштаба наши дорожники выполняют впервые, но все это нужно для благородной цели. Есть возможность отдать дань уважения тем ветеранам, которые строили эту железную дорогу для региона, для города, которых сегодня уже нет. Есть у нас и в нашей компании работники со стажем около 40 лет, но многие уже не работают. В биты последние болты. Специалисты из бригады восстановительного поезда закрепляют на первой секции тепловоза специальные тросы. Через несколько минут многотонный кузов отделяется от ходовой части, обнажая колеса, проехавшие не одну тысячу километров. Кран поменьше переносит их на подготовленные рельсы. Пока одной части тепловоза возвращают ноги, к той же процедуре готовится вторая секция. А ремонтная бригада заканчивает последней подготовки перед завершающей стадией. Уплон, который спускать будем сейчас очень большой. Площадь вся застроена на сегодняшний день уже зданиями, сооружениями. Очень тяжело было поставить его, провести на место. А вы чем-нибудь смазывали рельсы? Если делали, то зачем? Мы обязательно рельсы промазывали, потому что радиусы кривых очень малые. Сейчас, когда будем вести тепловоз, чтобы он вписался, чтобы не было схода. Маневровые работы продолжались до позднего вечера. Сантиметр за сантиметром железнодорожники продвигали обе секции тепловоза по подъездным путям. В час ночи Т-3 завершил свою последнюю поездку и стал вечным напоминанием об истории развития и освоения нашего края. Елена Золотилина, Антон Берестянский, Константин Малыш, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...